Когда жители города возвращаются домой после трудового дня, у Андрея Семушкина, старшего участкового полномоченного, работа только начинается. За вечер ему необходимо обойти многоподъездный дом и постучаться в каждую квартиру. Задача, которая стоит перед полицейским, носит профилактический характер. У нас в городе большое количество людей, пострадавших от преступлений. Мы предусмотрим статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому мы ходим по жилому сектору, пытаемся попасть в каждую квартиру гражданам, вручить памятку, в которой написано, что не нужно делать. Мошеннические схемы, о которых рассказывает Андрей Семушкин во время обхода, известны, пожалуй, каждому. Но каждый раз находится тот, кто попадается на уловки преступников. Звонок от имени работников банка, сотрудников полиции, от якобы родных и близких. Цель всегда одна – получить доступ к банковским картам или наличным деньгам жертвам. Я вам просто хочу памятку вручить и объяснить, что действуют мошенники на территории города, обманывают людей. Поэтому с памяткой ознакомьтесь, не станете их жертвами. Свои персональные данные никому не сообщайте. СМС-сообщения с кодами и так далее. Хорошо? Все. До свидания. К визиту полицейского в свою квартиру саровчане относились спокойно. Только в одном случае решили уточнить, кто по ту сторону двери. Информацию, которую доносит полиция, проста, понятна и приносит свои плоды. Эффект в любом случае есть. Потому что люди все-таки понимают, когда им звонит человек и говорит «я из банка». При этом перед этим с ним поговорил сотрудник полиции и объяснил, что если вам позвонят из банка и скажут сообщить какую-либо информацию, то уже они будут понимать, что, скорее всего, их просто обманывают. Советы, которые полицейские дают жителям, неизменно вот уже который год. Критично относиться к любым подозрительным звонкам. Не сообщать незнакомым людям свои личные данные. Не вестись на очень низкие цены на страницах интернет-магазинов. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.